Всем привет! Турнир StarLadder, второй игровой день. Только что команда Na'Vi выиграла Fnatic'ов. Это интервью с Сашей Хвостом. Саш, привет! Привет, ребята! Как вы готовились к турниру? Готовились, сильно сказано в принципе. Сыграли где-то 10 КВ с Liquid, Empire и с миксами всякими. То есть вы играли на Ане, ты приезжал в офис Na'Vi и играли? И все эти 10 игр вы играли из офиса? Да, я ездил через весь город, чтобы специально ребята увидели, что я их тиммейт, их друг, можно сказать. Ну они тоже через страны ездили. Странные. Дэнди говорил, что вам сложно было найти соперников, это так? Да, потому что Пупей не хотел играть с командами-участницами, а скримы искали в основном только они. Поэтому пришлось искать у кого-то, вот Empire. Я их замашнил, потому что они у меня друзья. Я сказал, давайте играть с нами, а они с ними говорили, да-да-да, это очень весело. Не каждый день нами КВ ищут, поэтому можно и поиграть сюда. А остальные, ну так, попадались нам. Довольно тяжело, по 3-4 игры в день играли. Три дня, ну вот, то на то и получается. Ну вот лично ты, как ты, во-первых, отпраздновал Новый год? Ой, не очень отпраздновал. В смысле, по факту получилось нормально, хорошая компания и так далее. Но я должен был идти в Ялту, но спасибо компании Aeronics, которая развалилась, не отдала мне деньги за билеты и отменила рейс. Вот, вы можете им там где их сообщество нарисовать на стенке, но вы знаете, что надо рисовать. Вот, в знак того, что мы очень любим ее. И сегодня они мне позвонили, сказали, ну вы можете, конечно, подать апелляцию, чтобы вам вернули ваши деньги за билеты. Но, как бы, да, смысла тратить время нет. Ну, вот, в общем, поэтому я не полетел в Ялту, поездов нормальных не было. На автобусе я, честно скажу, отказался, заживался совсем, да, и вот. Поэтому я остался здесь, отпраздновал один день, потом приехал от Кисать и сидел дома уже. Вот так. Ну, а касательно подготовки, вообще, выхода после вот этого коматозного состояния после Нового года? Не было коматозного состояния. Только, первым говоря, отходил, честно скажу, целый день спал, потом проснулся и норма была. Ну, и ты все это время тренировался сам? А после этого я, между прочим, ранки матчмейки ввели, матчмейки на рейтинг. Конечно, у меня результаты не очень, потому что я не понимал, как надо играть. Я играл в пятером, 7 игр выиграл, одну проигрывал, получал плюс 1, плюс 3, плюс 5, а отнимали 45. Итого у меня за день минус 20 очков, когда 7-1, ну, по бедным выражениям. Поэтому я сыграл где-то 200 матчей уже ранки до этого. То есть с Нового года, ну, это учитывая, что я так-то не часто играл в паблики, то теперь появился интерес. Люди реально там стараются, делают, у них каждый раз есть стратегии, и ты, в принципе, можешь попробовать себя, ну, как бы усовершенствовать там. Дэнди говорил, вот, как у него, что если он не поиграет там один день, то ему нужно потом два дня, чтобы восстанавливать форму. Как у тебя? Ну, не настолько, конечно, ну, он утрирует, я думаю. Но, да, если ты не играешь, то потом теряется. Вот, допустим, про вчерашний день тяжело говорить, потому что все были на минус морали, там, ну, в общем, когда сразу же не задается сначала, то потом ты уже тяжело вернуться в тот ритм. И, допустим, герокоптер, да? То есть я на нем сыграл 25 тысяч игр, но вот уже в течение 2-3 месяцев мне его ни разу не пикали, и в пабликах он мне не попадался. Поэтому, ну, то есть я бывает забываю, что там где-то, что нужно запулить и так далее. То есть эти микромоменты, они действительно решают, ну, что и делает игрока, собственно, хорошим. Ну, а я очень плохо играл, и ты не чувствуешь вот этой вот потенциала героя. Поэтому, да. Но, насколько я знаю, фаник на игры против Сигмы просил себе героев. И Пупе ему дал эти игры. Да, ты представляешь, какая-то дискриминация. Я прошу, говорю, пикни мне, да, Айкса уже даже умолял уже за Айкса. Нет. Ты... You're Bristol Back, man. Окей, sorry. Не, на самом деле я шучу. То есть, в принципе, мы как бы общаемся, ну, более-менее все друг друга слушают. Но вот он говорит, я на Наге в пабе этих двоих унижал. Ну, тут, пацаны, видимо, получше играют. Ты объяснили, что нет, не туда, ты пришел. Ну, давай вернемся вот ко вчерашнему дню. Вроде, сначала все было нормально, но... До того, как в игру зашли, да? До того, как в игру зашли. Да, было нормально. И потом начали вот... Как с леденцом, да? Сконцентрироваться не получалось. Как думаешь, почему вы поиграли Сигме? Они, во-первых, играли хорошо. Мы им отдавали их героев, то есть их стратегия. Мы очень боялись инвокера, который... Ну, в принципе, да, там... Это герой своеобразный, и есть у него потенциал. Я не буду говорить, что именно. То есть мы сами это сейчас используем. Но... Не так сильно я его боюсь, как, вот, допустим, там, купейск уроки, которые говорили, о май гад, Сигма из Вери Гутлуд инвокер. И того мы отдали им Бэйна. Два различия отдали ластпиком. То есть банили всяких блокверков. Ну, играли как против, ну, мимого оппонента, типа, о неконкретной команды. Поэтому... Получилось не очень. Ну, и действительно, они реализовывали все, что они себе задумывали. У них все получалось. А мы... Да, нагу брали. Ты думаешь, если бы вы забанили Бэйна, то в игре было бы все подробно, что он во многом сделала бы? Аналога Бэйна нету, понимаешь? То есть есть Shadow Demon, который имеет спряталку, да? Как бы... Ну... Что типа Слипа. Но у Shadow Demon нету там того же Нюка, да? Который поможет там. И та у него чуть-чуть другая. То есть по сути, Бэйн действительно очень жестко им сделан. То есть он и сейвил там, и помогал. Поэтому... В последнее время очень часто можно видеть... Ну, во всяком случае, там на азиатской сцене сейчас возвращается такой игрой, как Слайк. У тебя много его берут сейчас. У нас тут все время он... Вот. И как ты относишься к этому герою? Ты считаешь, что он... Отлично. Лучший герой был. Сейчас очень сильный? Да. Я считаю, что он очень сильный. Ну, вот опять же про рейтинг, матчмейтинг. Там, как бы если еще понимают, что это я играю, ну или вообще любой игрок хорошей команды, то пацаны не теряются и пикают бруду, Earth Spirit, Легиона, Эмбера и Сларка. Вот опять имбалансно. Ну, конечно, бруда и Earth Spirit пожестче, чем остальные, но в принципе... А Профет? Поздно. Поздно ты пришел к этому. Профет – это герой обычный. Да. Абуза в нем никакого нет. Он просто довольно хороший. Но, недавно на буткемпе, это все уже знают, что Ice Rock советуется с профессиональными игроками и советует... Нет-нет, только со мной. Только с тобой, хорошо. Хотя, да, с профессиональными игроками, то есть, ты понял, да? Тонкую игру. Да. И он спрашивал какие-то советы или ваши рекомендации, кого нужно понервничать? Вообще, я чувствую, что после этих интервью он меня больше ничего спрашивать не будет. Но, тем не менее, он же сам принимает решения. Он, да, но частенько то, что мы ему говорим, то, что я ему говорю, он использует. Вот. И... Ну, раньше он общался с Дэнди, но Дэнди говорит ему, г-г-г-запните мне инвокера, я хочу инвокера, чтоб он был крутой, чтоб я мог убивать всех, и вообще мог бы круг. Но, само собой, что они это не делают, то есть, он нормальных советов особо не дает. А я пишу по факту то, что, действительно, поменяло бы игру. Ну, веришь, чтобы, конечно, у него было полегче. Ну, поделись рядом, кого ты называл. Не скажу. Вдруг он не сделает потом. Ну, это, действительно, конфиденциальные информации. В принципе, наши диалоги с ним только между нами. Потому что мы общаемся там на всякие темы с ним, знаешь. Я понял. Ты следишь сейчас за азиатской сценой? Да. Встаю в 4 утра, чтобы посмотреть корейскую. Несерьезно? Нет. Смотрю игры Грамба, финалы там всякие, но не всегда на них попадаю. То есть, я встал, смотрю, есть игры или нет на Джон Дойте. Если нет, то плохо. Если есть, то, может быть, посмотрю в Альтаме. Окей. Насколько я знаю, ты уже обрушился в своей новой квартире, которую купил на деньги с первого International. Не прошло и двух лет. Ну да, тяжело. Но я купил ее давно, уже больше года даже назад. Но очень долго занимал ремонт. Потому что ремонтники попались очень хорошие. Они делали действительно все качественно. То есть, квартира сделана идеально, можно сказать. Но очень долго. И дизайнерша, которая была, она была из другого города. Ездила не так часто. В принципе, она сделала тоже все очень классно. Но около года шел ремонт. Хотя, в принципе, у меня сейчас друзья покупают квартиры и так далее. И они там по три месяца ремонтируют, у них получается тоже все хорошо. Ну, есть что есть. Я закончил, слава богу, и живу теперь там. Но я уже стримил, поэтому ребята, я думаю, увидели. Стену. Не, я не показывал вебку, друзья. Ну, кто не видел, мы в ближайшее время с Сашей домой снимем видео. Ну, не хом-видео, а видео. Обычное видео. Такое, лайтовенькое. Да. Сегодня вы выиграли у Fnatic. Насколько я знаю. Было какое-то напряжение перед этим матчем. Считал ли ты, что вам действительно будет очень сложно в этом поединке? В принципе, я могу предсказать, как бы, ну, хорошая будет у нас игра или нет, еще до старта. Вот. Сегодня я видел, что ребята были в нормальном настроении, со мной даже поздоровались. Поэтому, ну, то есть, да, это редкость. Поэтому я думал, что раз поздоровались, значит точно выиграем. Поэтому, да. Вот так. А по самим метрам, что скажешь, легко ли было? Да, ну, был тимплей, были разговоры. То есть, вся наша сила, это в том, что, да, мы хорошо, сильно играем соло, но тут, в принципе, все хорошо, сильно играют. И, ну, тимплей это единственное, как ты можешь выиграть сейчас. То есть, да, есть какие-то стратегии, ну, есть нагги там на харду, но это видишь тоже от того, что, ну, информация правильная, как бы, она не воспринимается. Воспринимается поток весь и вообще ничего. И поэтому тяжело выбрать что-то нормальное. Ну, и мы действительно общались, видишь, там, санстрайки залетали все время. Мы даже забывали ему говорить, но он задрот проклятый смотрит наверх. Ну, все отыграли на своих героях. Тот же Куроки, насколько я знаю, очень много отыграл на висаже. Пару игры было. И ты на Кунке много играл? В папчике пару раз играл. Ну, я знаю, что герой делает. Я знаю, что если прокачать крестик на два, кидать, и потом сразу можно торрент и корабль, и все попадет, и вообще урона много, круто. Вот. Понятно. А сейчас будет финал вейнеров. Альянс против Сигмы. Как думаешь, кто победит, у кого больше шансов? Ой, честно говоря, тяжело сказать. Обе команды хорошие очень в форме, но все-таки мне кажется, что лото капитан, living legend, ты понимаешь. То есть, я думаю, что Альянс выиграют. Но 2-1. Или же 2-1 в пользу Сигмы. Действительно, будут хорошие игры. Ну, хотя, может быть, кто-то из них посыпется. Ого, алло. И произойдет неудача. Ну, вот если говорить о гранд-финале, с кем бы ты хотел сыграть? С Сигмой все-таки, либо с Альянсом? Думаю, что для всех было бы эпатажнее, интереснее, если бы мы поиграли с Альянсом. Но мне, в принципе, все равно. Придется обеих команд подходить. Ну, если мы собираемся выиграть, что, в принципе, мы собираемся сделать. То, да. Ну, а там как пойдет. Что скажешь вообще об игре Альянс? Сейчас они там недавно очень сильно сыграли. Ну, 8. У хорошей команды. То есть, в принципе, это европейцы они все такие, знаешь. У них то поносну золотуха. Вот. И то они как раз, наверное, лучше. Потому что они редко сыпятся. Вот у них только один раз было, что они не справились с управлением. Вот. И... Ну, стоит сказать о Фнатиках, об этих Сигме и так далее. Которые два месяца играют. Да два месяца это весны, при которых ты приходишь и убиваешь их. Вот. Эти... У них был кризис. Они сделали какие-то изменения, ну, никого не набривая. Поменяли капитана. Вот. И теперь, видишь, снова, как они играли. Мне реально очень нравилось. Они, конечно, я знаю, что надо делать против них. Но... С натиками не получилось. Если говорить о Сигме, вы им проиграли в четвертьфинал, или, вернее, в полуфинал выхода в D20L лиги. Хочешь ли ты отомстить за это? И вообще, как ты оцениваешь ваши результаты в онлайн части? В онлайне, откровенно говоря, просто нету стимула. Знаешь, нету там хотя бы... Почему ты там прижитилов фонд вас поддерживал? Ну да, это хороший стимул. Но ты во время игры этого не чувствуешь. Ты об этом не думаешь. Конечно, на интернешнере думаешь, когда... Так, подожди, если я сейчас не дам станка, 800 штук от меня уйдут. Нет, не дам. Если я сейчас степешусь, и мне сведет пак, то мы проиграем 800 штук. Тестепешусь. Ну, это... Я такого не делаю. Утрируешь, да? Да. Это вот туда. Данилу и Шудену в Львов надо обратиться. А так-то... Ну, в онлайне ты сидишь себе, играешь, ну, нога на столе, пьешь кофе, другой рукой торренты кидаешь. Понятно, что, ну, тяжелее. И действительно было поздно, мы уже устали. Это было 5. Мы ввели 2-1. И потом две игры. Мы просто не смогли собраться. Была очень плохая координация движений. Ну, тимплея не было особого. И, собственно, поэтому мы и проиграли. Но они сыграли тоже сильно. Что нельзя не отметить. И в итоге выиграли турнир. Молодцы. Хорошо. Спасибо тебе большое за интервью. Какие-то слова благодарности и приветы друзьям. Спасибо спонсорам нашим. Олег, озвучь наших спонсоров. Какой ты хитрый. Да, да. Я такой. Просто спасибо нашим спонсорам. Спасибо спонсорам. Спасибо маме. Вот. Мама очень любит, когда я говорю ей спасибо. Она смотрит мои интервью. Собственно, поэтому я себя веду прилично. Только. Ну, вот. Ну, спасибо всем фанатам и так далее. Всем моим друзьям, которые смотрят, болеют. Действительно, очень приятно чувствовать поддержку, веру какую-то в то, что ты не самый валерчик во всем этом мире. Да. Вот так. И тебе, Олег. Спасибо за то, что ты такой хороший. И тебе спасибо. Это было интервью с постом. До скорого. Счастливо. Пока. Пока. Продолжение следует...